Это кадры автомобильного видеорегистратора случайного очевидца. На записи видно, АК проехала перекресток на красный свет, когда машины слева уже начали свое движение. Поскольку полоса была занята, малолитражка прижалась вправо, задела бордюр и вылетела в автобусную остановку, на которой стояли люди. Главный удар пришелся по 12-летней школьнице и 26-летней учительнице, которые ждали автобус после уроков. Перевернутая пластиковая конструкция остановочного комплекса чудом не раздавила еще двух девочек 9 и 12 лет. С травмами различной степени тяжести пострадавших доставили в больницу. После наезда водитель АКИ попытался скрыться. Но другие водители-очевидцы скрутили нетрезвых лихача и его пассажира и передали в руки полицейских. Сотрудниками госавтоинспекции были задержаны два молодых человека. Это гражданин 78-го года рождения, мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения. Также мужчина 85-го года рождения, также находился в состоянии алкогольного опьянения. Оба они были помещены в патрульный автомобиль, и с ними велась беседа, а также сбор доказательной базы по установлению, кто находился в момент ДТП за рулем, так как оба гражданина перекладывали ответственность и вину друг на друга. Машиной в момент ДТП управлял 32-летний ранее судимый мужчина, который никогда не получал прав. Оказалось, за руль АКИ он сел по просьбе водителя, который за несколько часов до аварии подобрал голосующего незнакомца на дороге, а затем предложил пассажиру поменяться местами. Оказалось, что у этого пассажира с собой оказалась бутылочка водки, которую они тут же решили выпить. На момент ДТП они выпили практически всю эту бутылку. Немного водки оставалось. Во время движения водителю стало хуже от выпитого, и он сообщил, что боли управлять автомашиной не может в силу опьянения. И он предложил своему пассажиру поменяться местами. И дали, чтобы наш молодой человек продолжил управление. Виновника ДТП, которого еще в начале сентября отпустили под подписку о невыезде, по делу окраженного ноутбука, на этот раз арестовали. За пьяную аварию, в которой пешеходы получили тяжкий вред здоровью, закон предусматривает до 4 лет лишения свободы. Уголовная ответственность за вождение в пьяном виде грозит теперь и хозяину АКИ, которого суд раньше уже лишал водительских прав.